Совсем скоро за праздничными столами соберутся родные и близкие. Хозяйкам очень хочется угодить угощениями всем гостям. Но самые привередливые из них – это, конечно же, дети. Меню взрослых не всегда им подходит. И сегодня мы с моими маленькими помощниками и с Натальей приготовим несколько блюд, которые придутся детям уж точно по душе. Не стоит менять рацион ребенка даже ради праздника. Пусть новогоднее меню состоит из обычных, любимых ребенком продуктов. Разработайте для маленьких гостей отдельное меню, чтобы избежать проблем с детскими животиками. Следует, конечно же, избегать, во-первых, жареного, острого, консервированного, соленого, грибов, редких овощей, фруктов, каких-то экзотических морепродуктов, то есть икры, бутерброды с красной икрой – очень распространенная закуска. Мандарины – символ Нового года. И как бы вот здесь есть такая опасность. Не больше двух-трех одномоментно. И ни в коем случае не больше. Детям старше трех лет разрешается молочный шоколад не более 40 граммов в день. Это приблизительно две конфеты, ну, может быть, три маленьких. Замените конфеты на полезные сладости. Зефир без красителей, пастилу, мармелад или желейные конфеты. Праздничное застолье для детей начинаем не позже 9 часов вечера. Если ребенок любит салаты, не используйте майонез. Хорошей заправкой станет сливочный сыр или йогурт. Сделайте не селедку под шубой, а курицу. А копченую рыбу в блюдах замените на отварную. Позвольте ребенку поучаствовать в приготовлении, а главное в оформлении стола. А еще придумайте обычным угощением новогодние названия. Наташа, что мы сейчас будем готовить? Сейчас мы будем готовить куриные тетельки. То есть мы их назовем так формально снежные шарики. Они будут выглядеть, да, как снежные шарики? Да, да, да. Ну, чтобы у нас был стимул катать реально круглые. И из чего они будут делаться? Это куриный фарш? Так, это куриный фарш. Куриное филе просто перекрутили через мясорубку. Сейчас мы добавим туда творожный сыр. Чтобы они у нас были более сочные, чтобы нам не добавлять яйцо. Снежные шары запекаем в духовке не более 30 минут. Затем добавляем в противень помидоры, тушеные в сливках с розмарином. Тефтери и подливка для спагетти готова. Это и будет основным блюдом, которое точно понравится маленьким гостям. На закуску приготовим привычный деликатес – отварные креветки на шпажках. С этим морепродуктом дети уже знакомы. Но если нет, не стоит рисковать. Не вводите новые продукты в рацион в праздники. Наташа, а можно нам приготовить какие-нибудь бутерброды праздничные? Да, конечно. Сегодня я вам предлагаю сделать бутерброды в форме вот такой вот варежки и елочки. Мы берем сейчас нашу формочку и как печенье вырезаем. С помощью простых формочек обычный бутерброд превращается в праздничный. Немного фантазии и все блюда на детском столе приобретут оригинальный аппетитный вид. Ну что ж, вместе с Натальей у нас сегодня удалась генеральная репетиция приготовления праздничного стола. Буквально за два часа мы сделали несколько блюд вместе с детьми. И мы настоятельно вам рекомендуем – приобщайте детей к приготовлению новогодних блюд. И им обязательно захочется попробовать то, что они сделали своими руками.